Когда мы с вами говорим о отличиях мужчин и женщин, мы должны понимать, что это абсолютно два разных портрета. Это две разных работы. Изначально кожа, подкожно-жировая клетчатка, кости у мужчин и женщин отличаются. Поэтому, говоря об отличиях мужского и женского черепа, даже на картинках видно, что они у нас с вами сильно отличаются. Мы понимаем, что кости черепа более толстые, более рельефные, надбровные дуги развиты сильнее. И опять-таки, это идет хорошая гендерная особенность наших мужчин, когда мы говорим, что выражены надбровные дуги, брутальность, выражены скуловые дуги, мощная нижняя челюсть. Вспоминаем, что основной акцент, который мы делаем для того, чтобы сделать лицо более мужественным, мы с вами работаем на нижнюю челюсть. Мы делаем ее более акцентной, соответственно, придавая мужчине более мужественные черты лица. Сосцевидный отросток толще, подбородочные дуги резко выражены. Помним, еще одна гендерная особенность, важная особенность работы с мужчиной, это подбородок. И в глазнице низкий квадратный верхний край их утолщен и закруглен. Говоря о том, что происходит в процессе старения, у нас с вами с возрастом происходит редукция жевательного аппарата. Альвеолярные края верхней и нижней челюсти начинают быть обращены внутрь. Ветви нижней челюсти, они у нас с возрастом, как у мужчин, так и у женщин, инстончаются и немножечко перенаправляются в другую сторону. То есть угол разворачивается, становится более широкий. Выступает подбородок вперед и вниз, да, мы еще часто делаем такой подбородок, набирает там чётный подбородок баба-яги. Сглаживаются надбробные дуги. И скуловые кости, они отступают назад. Соответственно, как бы за счет этого мы с вами понимаем, когда у нас скула с вами немножко отступает назад, у нас носоглубные складки становится более выраженной. Кончик носа опускается. Вот эти моменты, которые у нас с вами происходят, на самом деле происходят у мужчин и женщин. Мужчин именно, говоря со стороны жевательного аппарата, со стороны углов нижней челюсти, со стороны подбородка, эти элементы будут более выражены, нежели у женщин. Мы с вами говорим о том, что это будут те опорные моменты, на которые мы всегда рассматриваем портрет пациента в плане именно омоложения. Будем обращать внимание и обязательно в порядке их будем с вами корректировать. Мимический портрет мужчины тоже очень важен, потому что такая методика, как ботулинотерапия, она на сегодняшний момент находит широкое применение не только для работы с женщиной, но и для работы с мужчиной. Поэтому мы с вами говорим о выраженных складках в области межброви. Да, мы с вами говорим, что портрет мужчины это достаточно тяжелые, активные, глубокие и сильные мышцы в области межброви и лба. Музыка 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 Музыка